Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сначала она проводила встречи со школьниками. Теперь они поддерживают ветерана. Юнормейцы устроили мини-парад под окнами участника Великой Отечественной войны Юлии Кузнецовой. Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание президиума комиссии Госсовета по направлению промышленность. Главная задача – определить стратегические направления, которые станут основой работы комиссии на ближайшую перспективу. Приоритетные вопросы – дефицит кадров, снижение ввозных пошлин на комплектующие и повышение ввозных пошлин на готовые изделия, совершенствование механизма всетных контрактов, направление средств на возврат инфраструктурного бюджетного кредита в виде субсидий промышленным предприятиям, которые приобретают служебное жилье для работников, совершенствование промышленной инфраструктуры и многое другое. Нужно выстроить системный подход, написал Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале. В Самаре продолжается управленческая сессия для руководителей филиалов Государственного фонда «Защитники Отечества». С гостями встретился глава Самарской области Вячеслав Федорищев. О том, как прошла встреча, какие планы намечены и что показали гостям, расскажет Полина Челюкова. Поддержка и обмен опытом. В столице региона продолжается управленческая сессия для руководителей филиалов Госфонда «Защитники Отечества». Напомним, что в период с 5 по 7 ноября в Самаре собрались более 300 человек со всех регионов страны для обсуждения ключевых вопросов комплексного сопровождения и поддержки ветеранов СВО и их семей. Поприветствовал гостей губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Уверен, что сегодняшнее мероприятие, сегодняшний обмен мнениями позволит каждому из нас еще больше узнать о том, как поддерживают ветеранов, как поддерживают их семьи в других субъектах. Обменяемся этой практикой и будем становиться еще сильнее. В режиме ВКС команду фонда поблагодарил за работу Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента России, председатель наблюдательного совета Госфонда «Защитники Отечества» и Ольга Баталина, заместитель министра труда и социальной защиты РФ. Сегодня у нас действительно начинает получаться выстраивать такую бесшовную работу, когда ветераны или члены семей погибших героев специальной военной операции, члены семей ветеранов специальной военной операции вообще не должны чувствовать межведомственных переходов. Это не их проблема, это не их головная боль, это наша работа. У нас на федеральном уровне, уже не говоря об изменениях, которые постоянно происходят у вас в регионах, постоянно вносятся изменения в федеральное законодательство, постоянно донастраиваются действующие меры поддержки, расширяется категория лиц, которые относятся к ветеранам боевых действий. Понятно, что все эти инновации должны оперативно и, главное, качественно доноситься. Для гостей управленческой сессии также провели экскурсии по филиалу фонда и управляющему центру занятости населения. Рассказали о работе самарского филиала. Здесь очень много специалистов, знающих на любую направленность, хоть и юридическая, хоть какая. Любой участник боевых действий, хоть действующий теперь, может сюда обратиться, взять справку, может за советом прийти. Тут также психологическая помощь есть. В настоящее время в Самарской области реализуют более 40 мер социальной поддержки. Полина Чулькова, Игорь Казановский. События. Исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков провел выездное совещание в городском трамвайном депо. Он познакомился с историей предприятия, с работой в вагоноремонтной мастерской и обсудил с представителями профильных ведомств перспективы развития сферы электрического городского транспорта. Подробнее в сюжете. 6 ноября – знаковая дата для Самарского трамвайно-троллейбусного управления. В этот день в разные годы открывали трамвайные линии, запускали новые маршруты. А в 1942 году сдали в эксплуатацию первую линию электропередач для троллейбусов. Об этом и других страницах насыщенной истории предприятия, исполняющем обязанности главы города Ивану Носкову, рассказала Левтина Новикова, заведующая выставочным залом. Вышел первый самарский трамвай. Священник осветил пути и трамвай, перерезал ленточку глава города. Все честь по чести. И здесь вот мы видим, это наш основатель, которого мы очень почитаем, Павел Антонович Суткевич. Музей ТТУ был создан в 1982 году. Располагается он в том же здании, что и вагоноремонтная мастерская. С ее работой познакомился Иван Носков. Здесь сейчас обустраивают зону для того, чтобы проводить техническое обслуживание новых вагонов, которые поступают в распоряжение парка. А рядом выполняют ремонт вагонов, которые уже давно на городских маршрутах. При достижении определенного пробега их красят, обновляют элементы кузова и производят ревизию всех механизмов. Мы полностью разбираем ходовую часть, делаем ревизию колесных пар, если требуется смена бандажей, ревизию редукторов, замена изношенных подшипников, шестерен, узлов, деталей, элементов самой ходовой тележки. Дальше электротехнические работы, связанные с проводкой, с освещением, с отоплением, с пультом управления водителем. Как отмечают исполняющие обязанности главы города, этот вид городского транспорта является одним из самых экологичных, и его развитие является мировым трендом. Очень здорово, что в те годы, когда в многих городах трамвайное сообщение было остановлено по разным причинам, в Самаре это сохранили в достаточно хорошем состоянии. Это транспорт, который, в моем понимании, точно должен остаться по разным соображениям, начиная от того, что это удобно, особенно когда это идет выделенная линия, это красиво, экологично, ну и, наверное, как бы это немаловажный такой туристический, привлекательный объект. В области, у города большие планы на развитие трамвайного сообщения. В этом году для улучшения транспортной доступности был выполнен капитальный ремонт трех трамваев модели «Татра Т-3». Закуплены новые трехсекционные вагоны, а также 71 односекционный трамвай, которые постепенно будут поставлять в город на протяжении двух лет. Также в этом году впервые за долгое время началось обновление трамвайных путей. Андрей Горгуленко, Валерий Майоров. События. В четверг, 7 ноября, на площади Куйбышева в Самаре состоится традиционный парад памяти. Он посвящен легендарному военному параду 1941 года в городе Куйбышеве, запасной столицей Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. В нем примут участие полпредпрезидентов ПФО Игорь Комаров, а также заместитель министра обороны России Анна Цивилева. В этом году парад пройдет уже в 14-й раз. В нем примут участие более 7,5 тысяч человек. Основная тема парада памяти этого года – «Наша семья, наша победа». Она выбрана в связи с проведением Года семьи в России. Акцент будет сделан на человеческие судьбы, истории людей, семей, связанных с каждым муниципалитетом Самарской области. Посмотреть парад памяти смогут все желающие. Вход свободный. Запуск зрителей на мероприятие будет осуществляться с 11 часов 15 минут. В целях безопасности будет организован досмотр на пунктах пропуска через металлоискатели. Для нас это особая честь и ответственность, потому что с каждым годом не только растет количество специальных патриотических мероприятий, количество регионов, которые привозят лучшие парадные расчеты, но также и количество почетных гостей и регионов-участников. В этом году впервые все 89 регионов России будут 7 ноября здесь на площади представители всех регионов. И, конечно, для нас это большая честь, потому что вся Россия теперь объединена парадом памяти. Все будут здесь, в запасной столице, на самой большой площади Европы. Юноармейцы устроили мини-парад под окнами ветерана Великой Отечественной войны Юлии Кузнецовой. Юлия Филипповна воевала в парашютной службе штурмового отряда. Победу встретила в Берлине. О судьбе ветерана в нашем сюжете. Вперед, шагом, марш! Объединенный юноармейский отряд, состоящий из учеников двух самарских школ, устроил мини-парад для ветерана Великой Отечественной войны Юлии Филипповны Кузнецовой. На фронт она ушла 5 мая 1942 года и прошла всю войну. Служила в парашютной службе штурмового отряда. Мы начали в Восточную, это самое, с Витебска. Наша часть прилетела в Витебск. С Витебска пошли, по сути дела, с Украины. Потом пошли по Прибалтике. Первый Прибалтийский фронт, а командующий был Баграмян. И потом уже в Восточную, Пруссию, уже нас перебросили на поступок уже к, по сути дела, германской земле. Это уже взял нашу, по сути дела, дивизию летную, Рокоссовский. И здесь уже второй был Белорусский фронт, который дошел до Берлина. На протяжении нескольких лет Юлия Филипповна приходила на встречи к ученикам 46-й Самарской школы. А в последние годы в знак благодарности они устраивают под ее окнами мини-парад. И вы знаете, очень важно, новые поколения, они видят живой пример того поколения. Люди прошли через такую трудную и тяжелую войну, но не потеряли, не пали духом, не потеряли свой озорной задор. И мы всегда говорим о том, всегда приходим к Юлию Филипповну, говорим, что мы равняемся на вас. Участники мини-парада из юноармейских отрядов в составе командного расчета пройдут во время парада памяти 7 ноября по площади Куйбышева. Андрей Бессонов, Виктория Шарая, Валерий Майоров. События. В канун парада памяти в Самару приехала делегация Героев Российской Федерации. Они встретились со студентами вузов и СУЗов региона, а 7 ноября примут участие в параде. Подробности далее. Встречу, которую не забудут. К студентам Самарского медицинского колледжа имени Ляпиной приехал Герой России, командовавший медицинской ротой 27-й отдельной гвардейской мотострелковой севастопольской бригады ВДВ. Звание Героя было присвоено Владимиру Белову за спасение жизней раненых в боях солдат и офицеров под огнем вражеской артиллерии. Я считаю, что такие встречи очень важны для студентов, потому что нужно передавать историческую память, передавать опыт, наставничество должно присутствовать. Потому что такие встречи, они как раз дают ребятам понять, насколько важна эта профессия, профессия в сфере медицины. Герой России принял участие в торжественной линейке, экскурсии по колледжу и пообщался со студентами. Слава Богу, что они все это помнят. Это ведь не директор создала, а создали студенты. Не директор смотрела и вот эти вот все фотографии, грамоты, свидетель собирала. Это студенты собирали, а всегда это откладывают. Я надеюсь, что они это понесут дальше с собой. Накануне Парада памяти в Самаре проходят патриотические мероприятия с участием Героев Российской Федерации. Они приняли участие в форуме филиала Фонда защитники Отечества Самарской области, встретились со студентами вузов и СУЗов Самары, а 7 ноября примут участие в Параде памяти. Виктория Шарая, Полина Чулякова, Игорь Казановский. События. Помогут адаптироваться и социализироваться. В Самаре открылся Центр пробации для тех, кто вышел из мест лишения свободы. Как он устроен и как долго можно в нем находиться, расскажет Полина Чулякова. Место, где помогут опрести себя и научат жить заново. В Самаре открылся первый в регионе Центр пробации. Здесь будут оказывать помощь людям, вышедшим из мест лишения свободы и оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Это обычные граждане, уже отбывшие наказание, допустившие ранее преступления. И этот долг перед обществом исполнившие, просто государство на сегодняшний день им помогает реабилитироваться, адаптироваться в новых реалиях, в новых условиях. Это возвращение в общество нормальных граждан, которые в дальнейшем уже не вернутся в места лишения свободы. Центр рассчитан на 50 мест. Проживать здесь смогут и мужчины, и женщины, но не более одного года. За это время они получат помощь в вопросах поиска жилья, трудоустройства и медобслуживания. С ними будут работать психолог и священник. Такой очень большой шаг в деле совершенствования всего института уголовно-правовой системы. Я считаю, что этих центров должно быть в Самарской области создано несколько. Когда человек только освобождается из мест лишения свободы, он зачастую не знает, куда ему вернуться. Поэтому этот центр – это очень хорошая помощь на первое время. Хорошая им подспорья для того, чтобы стать нормальным гражданином, нормальным членом общества. Одним из организаторов центра стал благотворительный фонд. Более двух лет назад с его помощью уже начал работать Центр социализации осужденных в другом регионе. Теперь свой опыт энтузиасты фонда решили применить и в Самаре. Этот проект, он единичен тому проекту, который у нас уже действует. И действует достаточно успешно. Профилактика рецидива у осужденных заключается не только в том, что мы ему можем предоставить жилье, питание, работу. Но помимо всего прочего, у осужденных есть ряд психических травм, духовных травм, которые им препятствуют нормальной жизни на свободе. На сегодняшний день 292 заключенных написали заявление о применении пробации. Полина Чулякова, Игорь Казановский. События. А теперь коротко о других событиях этого дня. В Самаре произошел пожар в корпусе Госуниверситета на Потапово, 64. Как уточнили в Главном управлении МЧС по Самарской области, в аудитории на втором этаже горело напольное покрытие на площади 5 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 270 человек. В 10.27 горение ликвидировали. На месте работали 82 специалиста и 25 единиц техники. Самарские врачи устранили патологию сердца без открытой операции. У пациента наблюдалось нарушение функции главного сердечного клапана. Через него левый желудочек выбрасывает кровь, которая питает мозг. Раньше такой порог устраняли только с помощью операции на открытом сердце. Сейчас пациентам вводят клапан с помощью системы доставки, а затем расширяют специальным баллоном, и он встает на место старого, рассказали специалисты. Само вмешательство занимает порядка двух часов, а имплантация – 10-15 секунд. Кардиохирурги выполнили уже 10 таких операций по полису ОМС. В Министерстве просвещения Российской Федерации планируют за 2-3 года разработать государственные учебники по русскому языку. Всего подготовят 19 вариантов книг нового образца. Ранее президент страны Владимир Путин поддержал эту идею и подчеркнул, что необходимо сверстать содержание так, чтобы оно было сбалансированным и взаимосвязанным. Как отметили в Министерстве, новые учебники будут стоить гораздо меньше, чем другие. Президент Владимир Путин поддержал идею проведения в России года Есенина. Об этом стало известно в ходе Совета по поддержке русского языка и других языков народов Российской Федерации. Президент заявил, что это очень хорошее предложение. Напомним, с такой инициативой главе государства обратился актер театра и кино Сергей Визруков. Самарскую область вечером накроет магнитное буря. Как уточнили в лаборатории солнечной астрономии, геомагнитный шторм начнется в 18 часов 6 ноября, достигнет своего пика к полуночи, а закончится вечером 7 ноября. В эти дни возможно ухудшение физического состояния, головная боль, слабость, снижение концентрации внимания и работоспособности, сонливость. Рассказали об истории издания и даже показали внутреннюю кухню. Сотрудники «Самарской газеты», которая в этом году отметила 140-летний юбилей, провели встречу с читателями на выставке «Самара», что открылось в музее Алабина. Подробности в нашем сюжете. На ее страницах можно прочесть, чем сегодня живет город, и даже увидеть лица знакомых. Одному из старейших российских изданий «Самарской газете» в этом году исполнилось 140 лет. О том, чем сейчас живет издание, рассказали его сотрудники посетителям региональной выставки «Самара». Она открылась в музее Алабина. Также гости смогли создать свою газету, придумать название, определиться с темами и сделать макет издания. Я была в Москве на выставке ВДНХ России и увидела очень много знакомых, скажем так, экспонатов. Вообще очень круто, на самом деле, что есть в Самаре такие выставки, и это радует. Произвело впечатление выступление сотрудников из «Самарской газеты». Мне очень понравилось узнать историю. Это очень интересно, потому что мне интересна история Самарской области. Первый номер «Самарской газеты» увидел свет в 1884 году. Дореволюционное издание служило центром притяжения литераторов. Помимо Максима Горького здесь печатались десятки известных авторов, включая Владимира Короленко, Евгения Черикова, Александру Толстую. «Самарская газета» — это городская газета, газета о людях и для людей, о том, как сделать мир интереснее, как понять, что каждый в этом мире очень важен. Печатная пресса, конечно, остается до сих пор очень востребованной. Во-первых, у нас есть свои любимые до сих пор читатели, это люди старшего возраста, которые не могут без печатной газеты. У нас очень интересное содержание газеты. Там много статей об истории города Самары. Там есть кроссворды, есть телепрограмма, есть много рецептов. «Самарскую газету» можно купить в киоске. Также бесплатно ее можно взять во многих общественных точках, таких как аэропорт, МФЦ, поликлиники. Виктория Шарая, Григорий Плешаков. События. В Самаре в рамках парада памяти прошел показ спектакля «Сестры». Он основан на историях женщин, которые потеряли своих близких на полях сражений. Идея родилась у документалиста Олеси Шигиной. Спектакль стал продолжением документальной киноэпопеи «Отважные». Подробности далее. Тот случай, когда жизнь сама пишет сценарий. Спектакль «Сестры», показ которого прошел в Самаре, основан на историях женщин, чьи судьбы вдохновляют и трогают до глубины души. Все они пережили трагедию, потеряв на полях сражений близких людей – мужа, сына или брата. Но они нашли в себе силы продолжать собирать гуманитарную помощь, проводить концерты для бойцов, поддерживать в них боевой дух. Все эти истории собрала и переложила в произведение Олеся Шигина, которая является фронтовым документалистом и постоянно фиксирует в своем творчестве этот след эпохи. Нужно понимать, что за каждым солдатом целая разветвленная ветка, сеть. И эта сеть маскировочная, защитная – это семья. Поэтому семья на службе Отечества, театр на службе Отечества, живопись на службе Отечества, кино и литература сегодня будет на сцене в таком симбиозе, который, я надеюсь, откроет сердца людей. И как есть кострочка в моих стихах, мальчишки сняли «С сердца балаклавы». И люди сегодня в зале тоже снимут «С сердца балаклавы». На Самарскую премьеру спектакля приехали и женщины, чьи истории легли в основу музыкально-поэтического произведения. Они признаются, что, поделившись своей трагической историей, надеются помочь пережить горе и другим, а также увековечить через творчество имена своих героев. Наша, да, боль невосполнима, но мы должны гордиться, что они отдали жизнь за светлое мирное будущее. И вот когда я поехала туда после гибели Руслана, когда увидела этих детей, я поняла, благодаря них сохранилось только жизни деток. Это, безусловно, посыл для всех тех, кто потеряла, может быть, ждет своих близких с войны. И было непросто, конечно, поделиться своей историей, но сейчас все встало на свои места. Уже был не один показ и отклик со стороны девочек, жен, невест огромный. Сопровождался спектакль выставкой картин проекта «Уголь земли русской», где были представлены портреты участников СВО. Проект реализуется при поддержке Фонда культурных инициатив. Показ в Самаре состоялся благодаря правительству региона и администрации областной столицы в рамках проведения Парада памяти. Рассказ идет о матерях, рассказ идет о женах, о сестрах, которые умеют ждать, которые умеют любить, которые умеют вдохновлять, поддерживать, которые умеют обеспечивать настоящий тыл, которые умеют воспитывать этих героев, настоящих мальчишек. Зрителями спектакля стали ветераны и участники специальной военной операции вместе со своими семьями. Посмотреть премьеру смогли и участники Парада памяти из разных регионов России, а также руководители филиалов Государственного фонда «Защитники Отечества», которые в эти дни работают в региональной столице в рамках управленческой сессии. Андрей Горгуленко, Валерий Майоров. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они сегодня писали на своих информационных площадках. Администрация Самары в телеграм-канале «Вести» с Дворянской сообщает, что МЦУ Самары находится на связи с жителями. В Красноглинском районе благодаря системе «Инцидент-менеджмент» вывезли мусор с контейнерных площадок. Все сообщения от пользователей социальных сетей отслеживаются. Так МЦУ Самары удалось скорректировать работу нового рекоператора Самарской области по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Экология». Современные сервисы обратной связи, которыми оперирует МЦУ Самары, такие как «Инцидент-менеджмент» и «Госуслуги. Решаем вместе», помогают разрешать вопросы горожан быстро и эффективно. На платформе «Инцидент-менеджмент» в октябре зафиксировано более 5000 сообщений от горожан. Из них отработано порядка 4800. До 10 ноября проходит заключительный этап Всероссийского конкурса МВД России «Народная участковая-2024», напоминает администрация Советского района Самары. Самарская область на федеральном уровне представляет участковый уполномоченный полиции из города Сызрань капитан полиции Александр Ильин. Он с большим отрывом выиграл районные и региональные этапы конкурса и вышел в финал, где ему предстоит побороться за звание лучшего участкового России. Всех жителей призывают принять участие в голосовании и поддержать земляка по ссылке, указанной на экране или размещенной в телеграм-канале Советского района Самары. До 8 ноября в России проходит международная акция «Большой этнографический диктант». Это просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Задания диктанта оформлены в виде теста, который состоит из 30 вопросов. Все желающие могут принять участие в написании диктанта в онлайн-формате на сайте meretna.ru. Напоминает телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и соцподдержки. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok